Здравствуйте, меня зовут Александр Воробьев, вы на канале Акара. И продолжаем сегодня тему разговора про игру «Зимних блесен». И сегодня я хотел бы сосредоточить внимание на таком элементе, как пауза. Нельзя сказать, что это какой-то отдельный прием, то есть пауза так или иначе используется во всех приемах игры. Но пауза – это очень важный элемент, и об этом хотелось бы, наверное, сказать в отдельном сюжете. Что у нас происходит на паузе? На паузе у нас происходит самое главное – у нас происходит поклевка. И во многом из-за того, правильна у нас пауза или нет, как раз и будет решаться, клюнет рыба или не клюнет. То есть поймаем ее или не поймаем. Точнее, будет у нас шанс ее поймать или не будет. Поэтому пауза – это очень важно. На паузу нужно обращать максимальное внимание, и с паузой нужно экспериментировать. Тут, к сожалению, однозначных ответов нет. Вот сейчас я попытаюсь какие-то нюансы на эту тему рассказать, как, в общем-то, использую этот элемент паузы я в своей технице. Для меня пауза чем короче, тем лучше. Соответственно, чем просто короче пауза, тем быстрее, естественно, я делаю новый взмах. Быстрее у меня происходит поклевка, и быстрее я ловлю рыбу. Поэтому в процессе ловли у меня пауза сокращается. Вот, и сокращается она автоматически. И я потом сам себя на мысли ловлю, что у меня перестало колевать, возможно, как раз потому, что паузы стали слишком короткие. Вот, этот момент нужно, как бы, в своей игре контролировать. То есть пауза, она может сокращаться непроизвольно. Какая же должна быть пауза в идеале? То есть в идеале у нас что происходит? У нас происходит взмах блесной. Мы чувствуем отыгрыш. Вот, и окунь клюнул. Так, происходит что? То есть физика процесса. Мы делаем взмах блесной. Чувствуем отыгрыш. Во время отыгрыша блесна у нас ушла куда-то в сторону и выбрала слабину лески. Соответственно, затормозилась, мы почувствовали отыгрыш. И происходит пауза. Мы держим паузу. И в момент паузы у нас блесна с какого-то состояния, куда она ушла, спланировала, она возвращается к вертикали. И в идеале мы должны паузу держать до тех пор, чтобы блесна вернулась к вертикали, к исходной своей точке и полностью остановилась. То есть это как бы классика. Если мы будем делать взмах раньше, пока блесна не остановилась, то с большой долей вероятности окунь не успеет на ней сосредоточиться и поклевки может не быть. Вот это как бы самая распространенная пауза. Соответственно, если клев капризный, то есть рыба какая-то там коматозная, может быть, паузу чаще всего увеличиваешь. И увеличиваешь так, что положение, в котором блесна неподвижна, может быть там и 2, и 3, и 4, и 5 секунд. То есть делаем взмах, отыгрыш, она спланировала, а мы ждем, 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 ждем. Только потом делаем следующий взмах. Как подобрать это заранее, уже никто не скажет. Это только путем экспериментов. Ну, бывают такие случаи, что ты бегаешь по озеру, у тебя рыба совершенно не ловится, ты уже устал, делаешь взмахи на автомате. И бывает до того, что ты замученный, что и пауза у тебя непроизвольно увеличивается. И вдруг раз поклевка, и ты понимаешь, что дело-то, оказывается, было в том, что надо паузу дольше держать. Вот, ну это вот как бывает. Вот, бывают с паузами и обратные примеры. То есть можно играть без пауз. Абсолютно. То есть когда мы делаем вот такие вот взмах, отыгрыш, взмах, отыгрыш, взмах, отыгрыш, взмах, отыгрыш, взмах, отыгрыш, взмах. То есть у нас блесна не успевает возвращаться к вертикали. Вот, окунь не успевает, естественно, клюнуть. Он находится в возбужденном состоянии, вот, но схватить блесну не может. И как мы только делаем первую паузу, довольно значительную, и обычный взмах, то часто в этот момент происходит поклевка. То есть рыба как бы накапливает, накапливает, накапливает агрессию. Вот, возможно, и количество рыбы под лунку увеличивается, потому что мы ее в этот момент не ловим. Вот, то есть вот такая вот игра без взмахов. Ну вот у меня кто-то на самом деле пытался клюнуть. Сейчас попробую еще раз без взмахов. И когда мы делаем вот-вот-вот, кстати, ну он вот, самое удивительное, что он клюнул именно без взмахов даже. У него хватило агрессии, чтобы атаковать блесну без паузы. Вот. Идея заключается в том, что вот серия этих взмахов без паузы, она должна быть довольно продолжительная. То есть меньше 10-15 я бы не рекомендовал их делать. То есть мы, как бы, когда ты их делаешь меньше, то окунь еще не успевает сосредоточиться на эту игру. И, ну, почувствовать какой-то дискомфорт, что блесна вот так вот дергается-дергается, объект у него под носом. А схватить его он не может. Вот. А потом, когда получается первый нормальный взмах, должна быть поклевка. Такую короткую игру без пауз, скажем, частую игру без пауз я использую довольно редко. Но иногда она бывает и приносит результат. Самое главное, что с паузами нужно, что нужно запомнить, с паузами нужно постоянно экспериментировать. Вот. И если вы экспериментируете с паузами и меняете характер игры, то делайте это циклично. То есть, чтобы взмахи у вас были серийными. То есть серия взмахов с короткой паузой, серия взмахов с длинной паузой, серия взмахов там со средней паузой. Вот. Не надо делать, чтобы один взмах такой, второй взмах такой. То есть окунь, как правило, этого не любит. Ну, наверное, про паузу это все. Если остались какие-то вопросы, задавайте. Буду отвечать. Редактор субтитров А.Семкин